Мне не верится, что я в Токио нахожусь. Мы выбрали маршрут и отправляемся в свободное плавание. Интересные факты про японцев, которые я уже узнала здесь, находясь один день с экскурсоводом. Японцы не любят яркий запах парфюма. Это не приветствуется, плохой тон. Также не приветствуются знаки внимания между мужчиной и женщиной на улице. Это привычные нам поцелуи в щечку. Ну и такие знаки внимания, которые определяют отношения пары. Люди остаются на работе помимо своего рабочего времени. Это принято так. Во многих компаниях это оплачивается время, а во многих нет. Это просто люди зарабатывают хороший, как сказать, хороший рейтинг. Днем на улицах Токио людей немного. Работают по офисам, в школах учатся. А в вечернее время, в вечерний Токио, заполняется жителями этого города. Людей очень много. Ну смотри, сейчас как-то много людей, да? Вчера мы днем выходили, людей было мало. Погода была. Погода. Вчера был дождь, да. Пасмурная. Пасмурная. Вчера не только пасмурная была, а еще и шли дожди периодически. Минская, местная, японская зазывала. Зазывают на обед. Здравствуйте. 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 Вы добрыли. Ван Ван Оу. Ван. Здесь каки, карааги, сашими. Сашими. Ну смотри, жидкая тоже. Да. Спасибо! Иероглифы для нас тоже имеют одинаковый вид. Но это два разных языка. Иероглифы для нас тоже имеют одинаковый вид. Как оказывается в Токио не только высокие, где очищены зеркальные дома. А есть еще и такие здания. Это что-то типа складов, типа мини-магазинов. А может быть это такой базарчик здесь? Я думаю, что это какой-то базарчик. Я слышу шум поезда. Тут где-то поезд идет. А может быть это какая-то станция? Вон поезд я вижу, да. Это железная дорога. Вот это растение мы уже видели. Называется оно аокуба японская. Оно растет в домашних условиях. Очень хорошо растет. И растает большим. В Японии мусор собирают по определенным дням. У них нет на улице баков, куда можно спокойно в любой день вынести пакет с мусором. Так как это принято у нас. По определенным дням забирают разный мусор. Сами люди его разделяют дома. Пластик, металлические банки, бумагу. И по определенным дням забирают определенный мусор. Поэтому на улице, на улицах этого города нет баков, нет урн. Вот это оказывается какая-то станция железнодорожная. Я успею перейти? Успею. Японские люди тоже перебегают. Я с ними. Целую клумбу зефирантеса. Зефирантес белый. Луковичное растение, которое отлично растет и цветет в наших домашних условиях. Свободно стоят велосипеды и ожидают своих хозяев. Никто за них не переживает, потому что их никто не заберет. Мы шли-шли и наконец нашли. Мы нашли зеленую зону. И у нас есть подозрение, что это этот парк, в котором мы были вчера. Потому что вот этот водоканал. Мне кажется, что мы заходили где-то вот с той стороны. Семейный парк Сегунов. Мы перевели вывеску. Мы здесь были вчера, но мы сюда попозже еще не идем. Мне интересны огромные, какие мощные двери. Какие петли. Очень большие, мощные. Каменные стены и толстые двери. Гидранты для пожарных машин. Очень часто они расположены по городу. В случае пожара, чтобы можно было заправить душами пожарными. Мы идем сюда? Давай. Мне кажется, вам надо идти сюда. Сейчас тот момент, когда мы ищем где покушать по карте, и японец остановился и спрашивает, чем я вам могу помочь. Настолько это доброжелательные люди. Он видит, что мы ходим, вертим головами по сторонам, смотрим, куда же нам пойти. У нас возникли разногласия туда или сюда. и остановился, спросил. Даже показывает нам. Человек спросил, откуда вы? Мы сказали с Украины. И он нас привел. Это на свинину похоже. Будем тут обедать. Мы сказали, что много людей. Мы хотим там, типа, меньше людей. А японец нам сказал, что сейчас время ланча, и поэтому много народа. Чуть позже людей не будет. Ну, мы пойдем туда, где мы были. Где мы улицу проходили одну. И мы там нашли одно место, где бы мы хотели остановиться, пообедать. Мы идем сейчас искать это место. Если не найдем, то остановимся где-нибудь еще. Ну, тут на каждом углу закусочные, рыбные, мясные блюда. Это на вынос, да? Это на вынос? Вон, в пакетах. Здесь тоже чинят дороги. Ну, тут получается слаженная работа. Командная. Там регулировщик стоит, направляет движение. А здесь работает целая бригада. Украина. Ай! 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 Еще ищем, где покушать. Мы нашли, где можно покушать и по ценам, и по внешнему виду блюда. Местная закусочная, она очень маленькая, но мы решили покушать здесь. Огромная порция, посмотрите на фоне моей руки. Яйцо какое-то травящее. Да, может быть яйцо сваренное в соевом соусе, да. Ну и все, смачного нам. Лапша, свинина, яйцо отваренное в соевом соусе, зелень. Я думаю, что это что-то шпинат и зеленый лук. А вот это что, морепродукты? На кальмар похожи? Нет. А что это? Грибы. А, это грибы. А, это грибы. Очень вкусный вкус. Лапша очень длинная, но ее надо откусывать. Несмотря на то, что это заведение не ресторанного типа, нас здесь очень вкусно покормили и ждали мы по даче не больше десяти минут. Мы очень вкусно покушали здесь, хотя это совсем заведение не ресторанного типа, но нам очень понравилось. Спорт-то огромное, я даже ее не оселила, но мужчина оселил. Свое и мое. На здоровье ему. Я не привязываю к велосипеду. А еще и просто так оставляют зонтики. Люди заходят в заведение, оставляют место для зонтов, и их никто не возьмет. Мы тоже так оставляли. И забирали в полном составе. Какой! Это знаете что? Это аспарагус. Это аспарагус, и на нем есть семена. Вот семена я заберу домой. И попробую посадить, вырастить. Вот это семена вот этого аспарагуса. Боже, ну он шикарный. Он сногсшибательный. Вы посмотрите на этот декор. Я только вижу первый раз, даже здесь. В Токио сейчас 14.21, а в Украине, в Украине полдевятого. Цветет голубыми цветочками, я знаю это дерево. Семена, вот семена. Видела? А, они опадают, они опадают в цветочках. А тут цветет. Тут такая влажность. Тут такая высокая влажность, что она все питается влагой, и все она вызревает. Возревает по-другому. У нас высохло, отцвело и засохло, и отпало. А тут оно все держится. Очень высоко. Наши поиски моти продолжаются. Так, какая-то лавка с какими-то десертами. И вот это похоже на моти. Смотри. Это моти? Да нет, они круглые. Это какой-то омлетик. Там нет моти, я вам вижу. Маленькие могут быть, а больших нет. Смотри, как тут фиксируют деревья и направляют. А что это делают? Чтобы оно ровно росло. А потом будет оттягивать, чтобы оно увеличилось. Не клонилось в сторону, да? Это фиксируют. Но видишь, оно на одинаковом расстоянии. Оно, видимо, клонилось в сторону. А его, видимо, направили. А таблички на пружинках, чтобы оно не влазило в кору. Потом его, эту конструкцию снимают. А это расширяет. По мере роста это расширяет. Видишь? До сих. А потом эту конструкцию снимают. Наши поиски моти не увенчались успехом. Мы не нашли большого моти. И мы возвращаемся в отель, немножко отдохнем. И у нас в 4 часа новая экскурсия по вечернему городу. Возможно, мы во время этой экскурсии где-то зайдем на моти. Я очень хочу попробовать этот большой десерт. Наш отель, где мы проживаем, отель Андас. Давай поднимемся по экскалатору там. Помните, когда мы заглянули, мы будем пошли. Давай попробуем там подняться. Написано офис. Шоп, ресторан. Офис. Ну давай поднимемся, глянем. Пойдем. У нас время есть. Мы поднялись на экскалаторе на второй этаж. Там еще выше экскалатор. Тут как-то люди сидят, отдыхают тихонечко. Я хочу подняться выше. Будет очень интересно, если мы сейчас найдем моти в нашем отеле. Не придется нам ходить далеко. Смотрите. Моти? Да. Смотрите. Смотрите. Ну что, идем в номер. Тут снимается интервью. Мы мешать не будем. Мы пойдем все подальше. После самостоятельной прогулки мы возвращаемся в номер. У нас уже была произведена уборка. Надеюсь. Надеюсь. Подотягиваем. Меня интересует, добавили ли нам кофе, поставили водичку. Чашки чистые принесли. Ну, в общем-то, да. Уборка была. О, смотри, нам гостинцы принесли. И опустили шторки. Показали, что можно еще такие шторки включать. Мы не знали, что такие есть. Можно. Подожди, там моя орхидея. Ее, мою орхидею унесли. Я думала, что унесли мою орхидею, у меня аж настроение упало. А она была за шторой. Моя девочка. Я ее привезу домой и посажу. Как можно было ее разобраться и наехать на японцев? Я не наехала. Я просто констатировала факт, что унесли мою орхидею. Как она там хоть себя чувствует? У нее там водичка. У нее позеленили. Немножко корни. В общем, она водичку пьет. Все хорошо. Тут не прикасается к водичке, а тут немножко есть. Отлично. Это заноско. Угу. Всё хорошо. Угу. Угу. Немножко.